Модернизация здравоохранения республики, промежуточные итоги капремонта и строительства медучреждений. Эти и другие темы обсудили на круглом столе, который прошел в Черкесске с участием депутата Госдумы Султана Узденова, представителей регионального отделения партии «Единая Россия» и руководства больниц городов и районов Карачева-Черкесии. Подробности у Али Баташева. Со всеми причастными к этому министерствами мы в плотном графике работаем. И для нас самая главная, важная задача – это то, чтобы эту работу ощущали на себе люди. Обеспечение качества и доступности медицинской помощи всем жителям Карачева-Черкесии – главная цель региональной программы модернизации здравоохранения, разработанной в 2019 году. Министр здравоохранения Динара Камурзаева доложила о проделанной работе. Мероприятия, которые перед нами стояли в 2019, 2021, 2022 и 2023 году, выполнили на 100%. Все объекты введены в эксплуатацию. Прошлый год у нас был рекордный. Мы 20 объектов здравоохранения в совокупности отремонтировали и построили. Где-то немножко задерживались в силу ряда причин, сложностей, необходимости переделывать проектную документацию. В этом году приступили к реализации еще шести новых объектов. По ним в настоящее время заключили контракты под ключ, одновременное проектирование и строительство. По всем объектам разработана проектно-смертная документация. До конца месяца мы получим экспертизу и начнем реализовывать. Есть сложности, конечно, у нас с реализацией. Только в этом году планируется ввести в эксплуатацию четыре объекта, среди которых врачебная амбулатория в Домбае. Вместе с тем были отмечены недостатки. Так, города с численностью населения более 50 тысяч населения в программу модернизации не попадают. Поэтому первичная медико-санитарная помощь в Черкесске не модернизируется. Ситуацию можно исправить при внесении изменений в федеральное законодательство, отмечали участники круглого стола. Большинство жителей республики не ходят на диспансеризацию, а строительство новых учреждений здравоохранения меньших площадей, чем было ранее, вызывает недоверие у населения. Роль партии должна быть в том, чтобы проводить разъяснительную работу населению, что новые модели оказания медицинской помощи, они сейчас требуют и меньших затрат, и меньших площадей и всего основного. Здравоохранение – это наша основа. Без здорового поколения, без здоровья у нас не будет будущего. В первую очередь хочу, знаете, выразить благодарность главе республики Борисовичу за его пристальное внимание, которое он уделяет непосредственно направлению здравоохранениям. Круглый стол проходил в рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее». Али Баташев, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова